Дорогие друзья, телезрители, я приветствую вас во имя Иисуса Христа. Дорогие друзья, если мы вызываем, когда у нас беда, мы звоним в полицию, и полиция приезжает, она не смотрит, кто ты, какое социальное у тебя состояние, она просто приезжает, потому что это ее служба, это ее цель. Если у вас дома пожар или где-то вызывают пожарных, пожарные приезжают, если мы, люди, самое дорогое, что есть у Бога, и взываем к Богу, Бог обязательно придет. Бог приходит туда, куда его зовут, и Бог не приходит туда, где в нем не нуждаются, где его не зовут. И прежде чем буду говорить слово, хочу сказать о том, что много людей, то есть есть люди, которые прям вот чувствуют свое такое слабое состояние, свое немощное состояние. Вы говорите как бы внутри себя, у меня вообще нету веры. Вот Библия говорит, Евреям 116, что без веры невозможно угодить Богу, понадобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. И вы чувствуете, что у вас нету веры, у вас нету веры при всем, при всем как бы, при всей возможности, при том, что вы слышите много о Боге, вы слышите много слова, проповедей слышите, лично у вас, лично как бы продукта, продукции. Внутри вас нету как бы веры, вот результаты, результаты от слова Божьего. И знаете, Господь мне положил на сердце это сказать, что вам нужно услышать слово от Бога. Когда вы услышите слово от Бога, тогда в вашу жизнь придет вера. Иногда мы думаем, как мне веру, как мне ее родить, как мне достичь, почему другие верят, почему я не могу верить. Я говорю, вам нужно услышать слово от Бога, лично, не от служителя. Это все хорошо, что мы слышим от людей и вдохновлены. Вам нужно лично услышать слово от Бога, получить откровение, потому что чаще всего мы слышим логос, написанное слово Божье. Но нам нужно рема, открытое слово Божье. Поэтому как только вы услышите слово Божье, откроется вам, вдруг откроется, знаете, как в Библии написано, и открылся у них ум к разумению Писаний. У ученики тоже у них не было веры, и Иисус их часто ругал. Мы думаем, что Иисус не ругал учеников. Ругал, потому что у них не было веры. Иисус не будет ругать за ошибки. Он будет ругать именно, так знаете, ругать в хорошем смысле слова, тренировать, отчитывать, чтобы ты стал лучше в вере, потому что вера необходима верующему. Единственное, что Иисуса как бы печалит, это отсутствие веры, это неверие, это соглашение со страхом, соглашение с негативом, я даже скажу так, соглашение с дьяволом. А вера, это соглашение с Богом, Бог сказал, я с ним согласен, и я начинаю верить. И что вам Бог скажет, вот на этом вы и стойте, и у вас будет расти вера. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Брачная одежда». Итак, давайте прочитаем местописание от Матфея, 22 глава, с 1 по 10 стихии. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир. И не хотели прийти. Опять послал других рабов сказать, сказав, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир. Но они при них брегши, то пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о всем, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их, и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Аминь. Брачный пир. У Бога для человека приготовлена не работа, братья и сестры. В вечности нас ждет не работа, это завтра вас ждет, в понедельник, работа, студентов ждет учеба. Господь приготовил для своей церкви праздник, пир. И написано, что все, все, что приготовлено, откормленные тельцы, самые лучшие тельцы заколоты, шашлык, башлык, плов, кому что, все готово. Придите на этот банкет, на этот пир, на этот брачный пир. Но смотрите, что здесь сказано, что они не захотели. Они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Люди продолжали заниматься своими делами. Мы знаем, когда Божий народ выходил из Египта, то Господь сказал Моисею задание. Передай фараону, чтобы отпустил мой народ, совершить праздник в пустыне. Праздник. Он не звал работать. Бог хочет с тобой праздник разделить, поэтому Он тебя призывает сегодня. И вы знаете, что многие люди отказываются. Сегодня, когда мы видим президенты всего мира собираются на какие-то советы, за круглые столы, то мы видим, что там Иисуса нету. У них свои замыслы. И первый псалом, второй псалом говорится, что метутся народы, и царизм замышляют тщетно. Восстали против помазанника Его. То есть, все решается без Иисуса Христа. Слушайте, земля вышла из-под контроля. Господь вообще-то создал землю для себя. И теперь Он земле не нужен. Вы просто представьте, какой абсурд. Часто бывает, что Он верующим не нужен. Часто бывает так, что Он нужен верующим, чтобы что-то получать. Но сам Он не нужен. Праздник не нужен. Время провождения с Ним не нужно. Потому что есть другие места, есть другие удовольствия. Господь сегодня приглашает на пир. Но условие попадания на этот брачный пир – это дресс-код. Вы скажете, какой еще дресс-код? Давайте мы прочитаем. Дальше. 12 стих. 11 и 12 стихи. Матфея 22, 11 и 12. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Нету в этот момент никакого оправдания. Потому что все на этом пире, на брачном пире, одеты согласно этому пиру. У них определенный дресс-код. Белая одежда. Праведность святых. Но здесь написано, что он молчал. Он молчал, ему нечего было сказать. Но каким-то образом он прошел туда. И смотрите, царю, который собрал и сделал пир для своего сына, мы понимаем, что отец делает праздник для своего сына Иисуса Христа. Да, и это брачный пир Иисуса Христа, главы церкви и самой церкви, самих верующих. Царю было очень важно, кто на этом пире. Потому что мы видим, что часть людей, они отвергли это приглашение. А, к нему? Не, мы к нему не пойдем. Нам его мясо, нам его не надо, вот эти дары. Нам не надо его общество. Знаете, как многие говорят. Ведь сегодня звучит добрая весть, радостная весть ко всему миру. Приди к Иисусу Христу, и ты будешь спасен. Они говорят, а зачем мне? Мне он не нужен. Зачем мне он нужен? Я нормально справлюсь. Сейчас у меня есть свои продуманные ходы в жизни. Я сейчас добьюсь своего успеха. И мне Иисус не нужен. Как один, знаете, сказал певец, рок-певец. Иисус Христос, а, окей, но он уже отходит в прошлое. Мы будем более знамениты. Иисуса Христа, это был Джон Леннон. Сразу после этого, вскоре, он был застрелен. И сейчас он в аду. Его видели в аду, как он мучается в огне и просит Иисуса о милости. Потому что гордость, и знаете, вот одаренность человека приводит его к гордости и к звездности. Но это ошибочное состояние, как бы состояние аффекта. Это неестественное состояние человека, которое только разрешено Богу. И у Бога нет проблем со звездностью, потому что он Бог. У него нет проблем с гордостью. Он всемогущий, он не может возгордиться. Потому что это естественно для него. Но для людей, которые получают славу, которую они не заслужили, которую только Бог заслуживает, у них начинаются проблемы. Это как наркотик, это как получение наркотика, слава человеческая. Человек начинает искать, и его начинают крутить и ломать. И он ищет потребность в этом, в признании, в славе человеческой. Царю очень важен дресс-код возлежащих. Ведь именно с ними ему проводить вечность. И он вошел посмотреть, кто эти люди. И вдруг он видит одного человека и начинает спрашивать, начинает разговаривать с ним. И он ничего не может сказать в свое оправдание. Потому что он знает, о чем идет речь. Ты не оделся по-небесному. Ты не снял свою земную одежду. Ты в самоправедности попал на небеса через хорошие дела, через какие-то свои заслуги. Слушай, ты отверг жертву Иисуса Христа. Всем возлежащим была выдана брачная одежда. Но этот гость был не в брачной одежде. Он не захотел поменять свою собственную одежду на брачную. Потому что, чтобы тебе попасть на брак, тебе нужно снять твою собственную одежду. И одеть одежду, которую тебе выдают. Но правила были такими. Надо одеваться по этикету брачного пира. Что символизирует собственную одежду? Собственная одежда – это самоправедность. Это наши дела, наши заслуги. Собственная одежда также говорит о внутреннем состоянии человека, о его убеждениях, о его несогласии переодеваться. Нам всем нужно переодеться, чтобы попасть на небеса. Ты не можешь быть грешником и попасть на небеса. Тебе нужно стать праведником. Тебе нужно из статуса грешника перейти в статус праведника. Если этого не произойдет, ты 100% пойдешь в ад. Никто, ни Папа Римский, ни Папа Православный, никакой тебя никто никогда тебя не сможет ни вымолить, ни оправдать. Потому что ты будешь отвечать перед Богом. Почему ты не оделся в праведность Христа? Почему ты отверг брачную одежду? С 13 стиха по 15 эту же притчу мы будем читать. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Что? Зачем так жестоко Господь? Ибо много званых, а мало избранных. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. Смотрите, кого сразу атаковала эта притча? Кого? Фарисеев, религиозных людей, которые не хотели, чтобы Иисус правил, не хотели его условия, не хотели его правила. Хотели сами, хотели, чтобы он через них пришел, на их платформе прославился, но они не хотели подчиниться ему. И они сразу же ушли делать совещание, как бы уловить его. И там сразу пошли вопросы с деньгами, надо ли платить налоги, чтобы подловить Иисуса очень хитро. Смотрите, притча о блудном сыне говорится, также об одежде. Давайте прочитаем. Луки 15 глава, с 21 по 24 стихи. Когда он возвращается к отцу. Сын же сказал ему, Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Смотрите, эта притча тоже говорит о пире, тоже говорит о праведности, и тоже говорит об одежде. Сразу же отец отдает приказы, после покаяния, после раскаяния сына. Он говорит, принесите лучшую одежду. Это для чего принесите? Чтобы просто подарить ему? Он с пакетиком ходил, что ли? Нет, сказано с целью, переоденьте его, снимите рванье с него, снимите. Он не должен, мой сын не должен ходить в моем доме в своей собственной вонючей, мирской одежде. И он сказал, смотрите, Бог приготовляет для нас лучшую одежду. То, что Адам с Евой потеряли, почему они вдруг увидели, что они наги? Они потеряли эту лучшую одежду, они потеряли праведность Иисуса Христа, которая покрывала их. И у них что? Сразу открылась нагота. Что они, слепые, что ли, были до этого? Нет, пришла та слепота, которая, как у ладикийской церкви, ты разбогател, ты там говоришь, я такой крутой, я там круче всех, но ты не знаешь, что ты беден и нищ, и слеп, и наг, и наг, у тебя нету одежды, ты голый вообще. Почему ты наг? Потому что ты отошел от Господа, ты возгордился. Когда приходит гордость человеку, он раздевается в духовном мире. И мы видим, весь мир раздевается. И считаю, что это хорошо, когда человек раздевается. Смотрите, что сказал отец. А отец, в ответ на сыну, смотрите, сын ему с покаянием, отец ему ничего не говорит, никакого укора, он сразу меняет его статус. Первое, когда мы приходим к Богу, Бог меняет наш статус, мы из грешников становимся праведниками. Если мы искренне покаялись, если мы осознали, что мы согрешили, что мы согрешили, вот человек, который не может понять, что он согрешил, он не сможет покаяться по-настоящему. А если он не сможет покаяться, он не сможет родиться свыше. Иисус сказал, Иоанна 3, 3, Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Не может увидеть Царство Божие. И это он сказал учителю Израиля, фарисею, который был очень религиозный. И религиозность не дает права видеть и быть в Царстве Небесном. Не дает. Многие люди исполняют религиозные дела, религиозные какие-то обряды. Они думают, что это каким-то образом поможет им. Никак не поможет. Тебе единственное поможет, это вера в Иисуса Христа. И вы знаете, что этот человек, которого взяли, связали руки и связали ноги, чтобы ничего больше снова сюда не пришел. И написано, что выбросьте его. Его взяли и выбросили. Выбросили. С ним поступили жестоко. Почему? Потому что он жестоко поступил с жертвой Иисуса Христа. Давайте вспомним, что все человечество жило во грехе, и права на будущее ни у кого из людей не было. Не было никакого хорошего будущего. Потому что в Библии написано, Римлянам 3, 23, что возмездие за грех, смерть. Римлянам 6, 23. Что все люди согрешили и лишены славы Божьей. Не было никакой надежды у человечества. И вдруг приходит Иисус. Мы даже не просили Его. Мы нуждались в Нем, но мы даже не знали, что мы можем Его попросить. Он сам пришел в нашу жизнь, заплатил за наши грехи и подарил нам возможность. Он не подарил нам спасение. Он спас нас, но Он подарил нам возможность быть с Отцом. И кто-то из людей берет эту возможность, а кто-то отвергает. Кто-то говорит, мне не нужно этот чушь, это бред, это несовременно сегодня. Все люди, которые так говорят, они все ответят за эти слова, они поплатятся за эти слова. Они будут в вечности страдать. Если человек не родится свыше, он остается в своей старой одежде. Этот человек, который был, которого выбросили, он был нерожденный свыше христианин. Он был религиозный, возможно, человек, потому что он же у Бога оказался. Понимаете, что есть множество людей, которым говорят, Бог тебя любит. Бог от тебя ничего не требует. И даже если ты грешишь, Ему все равно, потому что Он тебя любит. Извините, откуда такой бред берется? Он любит, Он Иисуса на кресте сам распял, сам лично. Как Бог сказал Аврааму, принеси мне единственного сына твоего в жертву. Он проверил верность человека. И он потом своего сына принес в жертву. Это не сделал дьявол. Да, написано руками этих беззаконных, он был пригвожен ко Христу, но сам Бог принес своего сына в жертву за грехи всего человечества. Без него это ничего не могло произойти, если бы он не дал согласия. Ни один римский солдат не поднял бы ни молотка, ничего. Они все были бы парализованы. Это все было с согласия Отца. С согласия Отца. И это была высокая цена, которую Иисус заплатил за грехи твои и за твою прекрасную вечность. Иисус заплатил на кресте. Теперь, что делают многие люди? Они это отвергают. Ну и что, что стекла кровь? Ну и что, что Божий Сын страдал? Я-то хороший. Я не как тот бомж. Я не как тот наркоман. Я не такой, как та пьяница мать. Я не такой плохой, как этот, неудачник. Я же такой хороший. И вот такие люди, они тоже почему-то рассчитывают на небеса. С какого перепуга? Они рассчитывают на небеса. На небеса ты можешь рассчитывать, только если ты принял жертву Иисуса Христа. Ты не можешь попасть. Ты Библию можешь миллион раз прочитать. Ты можешь молиться. Ты можешь жертвовать что угодно. И даже тело свое отдать на сожжение. 1 Коринфянам 13 глава говорит об этом. Если ты не уверовал в жертву Иисуса Христа, тебе не светит небо. Ну и что, что тебя Бог любит? Мы это все знаем. Бог возлюбил мир. Но если ты не принял жертву Иисуса Христа, а вот в этот момент, когда человек принимает жертву Иисуса Христа, он уповает не на свои дела, а на того, кто платил за него. Потому что твои грехи, их так много, что ты сам не в состоянии за них расплатиться. Ты не в состоянии, потому что и валюты такой у тебя нет. Валюта должна была быть такая. Плата за грех смерть. Это должен был кто-то невинный умереть. И как прообраз Старого Завета, умирал ли козленок или овечка, ягненок, невинные, умирали, проливали кровь. Это был символ Иисуса Христа. Именно невинный, святой должен был пострадать за грешников и стать самым большим грешником в истории. Если вы спросите, кто это? Это был Сын Божий Иисус Христос. Бог, который не сделал ни одного греха, становится в одно мгновение, становится самым великим грешником, потому что берет грехи всего мира на себя. И как Иоанн Креститель сказал, вот агнец Божий, который берет грехи всего мира на себя. И на него сошел Дух Святой. Это означало то, что Иисус это Христос. Он берет грехи всего мира на себя. И этот человек, который попал каким-то образом на праздник Бога, он был другим. Он отказался от праведности Христа. То есть, понимаете, что, например, бомжу, если ты предложишь поменять одежду, он согласен, потому что у него плохая одежда, и он это осознает. Понимаете? Вору, преступнику, прелюбодею, наркоману, ему легче покаяться и просто сказать, Господь, только ты меня можешь спасти. Я никаким, я такой вообще, такой отвратительный человек, я столько зла сделал людям, что меня совесть душит просто. И он говорит, Иисус, прости меня, только ты меня можешь простить. Только ты, я прошу, прости меня, я принимаю твою жертву. Ты платил за мои грехи. Этот человек моментально становится чистым в глазах Бога. В глазах людей он становится, остается таким же преступником и так далее. У него нет репутации, это не важно. Какой ты в глазах Бога важен? Потому что только что этот грешник был оправдан. Его кровь, кровь Иисуса Христа его омыла, и он навсегда стал святым человеком. Святым. И из грешника стал святым. Как это возможно? А как возможно святому стать самым большим грешником? Тоже невозможно. Понимаете, что невозможно Богу стать грешником. Чисто логически, это невозможно. Но он стал, Иисус стал грехом. Вместо нас. Теперь мы, так же невозможно, нелогично, как мы, люди, грешники, падшие грешники, становимся святыми в глазах Бога. Навсегда. Навсегда оправданы. Нету этих грехов больше. Бог любит нас, и всю вечность хочет с нами пировать и праздновать. А почему? Потому что Бог и только его план, он был совершенный, он был неординарный, он просто Бог сделал невозможное. Из Иисуса Христа он стал грешником. Конечно, Иисус это не грешник. На кресте он взял грехи мира и понес, и пострадал. Написано, что он воскрес из мертвых. Он святой, он Бог, он царь царей, Господь господствующих. Вы не подумайте, что я об Иисусе говорю, что он грешником. На это время жертвы он стал грешником, потому что на него был возложен грех всего мира. До потопных людей, которые были до него и которые родятся еще до конца, самый последний человек родится. За всех Иисус умер. Царю очень важно. Царю очень важно, как ты одет на брачном пире, как ты туда попал и что ты там делаешь. Если ты не прошел эту трансформацию, если ты не перешел из статуса грешника в статус праведника, Бог тебе предлагает это сделать сегодня. Он приглашает тебя, Он говорит, взгляни на крест, человек, взгляни. Мой сын страдает, потому что перед Богом нет времени. Это мы говорим две тысячи лет назад Иисус висел на кресте. У Бога времени нету. Поэтому Он может видеть своего сына, своего возлюбленного сына. Прямо сейчас Он страдает и истекает кровью. И Его бьют палачи. И все это только ради одной цели. Ради тебя! Представь! Ради тебя! И Бог тебя не осуждает за те грехи, потому что Он осудил сына своего. Он тебя не осуждает. Но если ты проигнорируешь это приглашение, этот визит, ты проигнорируешь, ты все понимаешь, уже черным по белому все понятно разложено. И если ты все равно еще сомневаешься в Иисусе Кресте, тогда это твой собственный выбор. Тебе решать, где тебя проводить. Ты можешь оказаться с церковью на брачном пире, и когда на тебя посмотрит царь, он улыбнется тебе, он скажет welcome, добро пожаловать. Я рад, что мой сын был принят тобою, его жертва. Пойди в радость господина, проводи всю вечность в радости. Там в вечности будет только одна радость. Там не будет никогда печали. Одной секунды никогда не будет печали. Доли секунды ты даже никогда не задумаешься больше о плохом на небесах. Если ты здесь так много страдал, так много ты плакал, так много ты был отвержен, одинок, ты забудешь на небесах, что это такое. Если тебе скажут вдруг слово одинок, ты скажешь, что это за слово, я не могу его понять. Если ты скажешь, я нуждался, что это за слово, если у тебя спросят на небесах, ты нуждаешься в чем-нибудь на небесах, ты в чем-нибудь нуждаешься, Что это такое? Митасаон. Мисача. Ты не будешь этих слов знать. Друг, Бог ждет тебя. Давай переодевайся. Прими праведность Иисуса Христа и свою старую грешную одежду блудного сына. Сбрось ее. Выбрось ее. И всю свою самоправедность. Сбрось себя. Одевайся в весон чистый и светлый. Одевайся в одежду праведности. И я увижу тебя на небесах. До встречи с Богом. Благословение.